Друзья, сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. И сегодня мы с вами опять будем продолжать тему ферментации растений для того, чтобы превратить их в вкуснейшие чаи. Не ожидал я, что будет опять же столько откликов. Сегодня я буду ферментировать иван-чай, смородиновый лист, вишневый лист, смородина, вишня и иван-чай. То есть вот иван-чай, вот посмотрите, я сегодня уже по новой технологии все это делаю, то есть с двойной ферментацией. Вот три баночки насобирали мы с Юлей иван-чая. Ну, я не буду уже в тот момент, как мы его собирали. В экологически чистом районе собирали, собрали, сразу же вот заложили в банки для первой ферментации. Здесь у меня находится малина. Давайте послушаем запах малины. Ну, вот если малина пахнет ничем, ну, то есть в природе вы срываете, когда лист малины, то в принципе запаха там нет никакого от нее. То вот здесь вот-вот ночь понаходилась в тепле практически сутки, я бы сказал бы так, понаходилась эта малина в тепле. И сейчас от нее идет такой, знаете, слабый запах бисквита. Так, здесь у меня находится, это все плотно спрессованные, то есть не просто ворохом вот так вот в баночке насыпано, а именно плотно запрессованные, скажем так, листья. Здесь у меня находится смородина. Ну, смородина, она и так ядовито пахнет, так жестко пахнет, а здесь после того, как она понаходилась здесь, запах еще усилился. И вот здесь у меня находится вишневый лист, тоже плотно спрессованный. Вот здесь какой-то запах такой интересный получился, то есть тоже вот как бы сам по себе лист вишни не пахнет ничем, если возле дерева вы находитесь. Здесь после первой ферментации уже такой, ну, компотом они все, в принципе, пахнут, а здесь запах такой, что-то среднее между персиком и вишней. Ну, и, соответственно, я сейчас беру иван-чай. Ну, иван-чай, вот, тоже такой компотно-фруктовый, цветочный немножко запах идет, то есть первая ферментация уже немножко прошла. Ну, пошел дождик, все помешал. Минут через 15 мы вернемся к этому. Итак, давайте продолжим. Из-за дождика вот были вынудены переехать вновь построенный вчера только навес, для того, чтобы он нам не мешал, чтобы не прервал нашу работу. Что нам потребуется для этого? Итак, я еще раз повторюсь, что были собраны, утрамбованы в баночке, значит, листья иван-чая, малины, вишни. И сегодня мы будем проводить, так сказать, ломать клеточную структуру. Для этого вот у меня вот есть тазик. Я беру листья иван-чая и начинаю их доставать из банки. После чего я их буду жать руками, до, так сказать, образования такого плотного комочка с поломанной клеточной структурой. Еще раз повторюсь, что все это дело было очень хорошо запрессовано. То есть, вот видите, тазик это всего лишь двухлитровая емкость. То есть, на самом деле, здесь было достаточно много. Что я делаю? Я сейчас разворожу все это дело. Иначе, ну, это все дело вот такими вот движениями, круговыми движениями. И взяла бы камеру сверху, поснимала бы. Так, разворошили все это дело, да? Уже такой компотный запах идет. И вот, начинаем, начинаем, начинаем все это дело рвать, закручивать. Получаться вот такой вот. После чего опять берем. Боросы, 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 боросы. Ну, на кресле, конечно, это делать неудобно. Нужно это делать. Сейчас я встану. Опять вот такими вот движениями я это немножко рву. Вот такими вот движениями я это немножко рву. Превращаем это все вот в такой вот компостный комок. Опять все это дело. Боросы, боросы, боросы. Хорошо, боросы. Хорошо, боросы. И опять, опять, опять. Вот такими движениями. Ну, в общем, смотрите, вот должно получиться вот примерно такое вот из полного тазика, да? Видите, что у нас вышло? То есть сок вышел, структуру клеточную я сломал, и получилась вот такая вот лепешка. Сейчас мы эту лепешку положим. Ну, черт я, вот еще раз я вам покажу. Смотрите, тут сока уже немерено. Вот он здесь выделился. Он потом, видите, он потемнел. То есть был светлый лист такой, он потемнел. Сейчас вот эту вот лепешечку, мы потом ее будем резать ножом, желательно керамическим. Ну, вот у меня здесь на даче нету керамического ножа. мы будем резать обыкновенным ножом. Берем кастрюльку, перекладываем эту лепешечку сюда, и накрываем влажным полотенцем, и ставим на 4-12 часов ферментации номер 2. Как только вы услышите запах такой нотки фруктово-цветочные, вот они фруктово-цветочные, фруктово-цветочные, а потом начинает отходить потихонечку, все, это сигнал к тому, что ферментация готова, нужно сушить. Вот смотрите, тут кладем, значит, мы влажное полотенце. Разумеется, проверяем его потом, чтобы оно было влажным, если надо, еще подмачиваем, то есть, чтобы не было оно сухое. И ставим, естественно, не на солнце, мы не сушим, мы ставим ферментироваться, поэтому мы ставим в теплое место, где-то в тенечке, температура 25-30 градусов. Еще раз повторю, нельзя сказать, на какой период времени, потому что процессы ферментации влияют на них все. Это температура, влажность влияет, значит, как бы исходный продукт, в каком состоянии он был, сколько он ферментировался, поэтому здесь нужно ориентироваться, вот именно на запах. Запах пошел, чуть становится угасать, все, продукт готов для того, чтобы его начать сушить. Мы его берем, режем, выкладываем на лист, ну, дальше эту всю операцию мы снимем. Итак, мы переходим дальше, следующие банки снимать, я думаю, что не будем. Ну, вот тут получилось, видите, 4 кастрюли. Уже прошло 3 часа времени, дайте понюхаем, как он будет. Здесь стоит иван-чай, но запах уже идет, запах слышно, что меняется. Здесь у нас стоит, здесь вишня. Ну, вишня, конечно. Вот я бы никогда бы не сказал бы, что от вишни такой вот фруктовый запах будет идти, запах персика, что-то такое вот, бисквита какого-то, миндаля. Так, здесь у нас смородина. Ну, вот она уже явно потемнела так, ну, смородина, она и так пахнет достаточно сильно. Здесь у нас малина. Самая такая инертная по запаху листва. Ну, вот усилился запах такой, я бы назвал бы, что запах больше, знаете, ну, правда, как бисквит. Оставляем. На улице идет дождь. Здесь у нас, видите, сегодня 4 июля, мой день рождения. Вот такие у нас помидоры уже. Сейчас следующая стадия у нас будет подготовки. Я вот прям крышку снимаю в кастрюле. Вот она кастрюля с Иванчая. Посмотрите на цвет какой. Явно потемнел. Прям явно потемнел. Запах, конечно, отсюда идет. Такой, вот правда говорят, фруктово-цветочный, медовый такой. Что-то яблочко и так далее. То есть, вот в таком состоянии, можно прямо в таком сейчас брать и сушить. Но, как бы, я думаю, что это будут длинные листья сами по себе. Не очень удобно, поэтому я буду резать. Я вот взял, приготовил тарелочку. беру листочки, сжимаю их. В процессе, пока я буду резать, перекладываю вот это в тарелку. Пока я всю эту кастрюлю изрежу, там у меня еще, не забываем о том, что процесс ферментации все-таки продолжает идти. Не забываем об этом. я не думаю, что мы сейчас будем снимать. Я сейчас выключу камеру. Следующий период у нас будет тоже период сушки. Ну, вот, как я и говорил, собственно говоря, посмотрите, получились вот такие вот разносы, подносы. Здесь самое главное, что 1-2 сантиметра толщина надо делать. больше делать не надо толщину. Дальше мы выставляем в духовку. Дверцы приоткрыты в духовке. И, смотрите, здесь очень важный момент такой, если у вас есть конвекция, да, то есть конвекция, это когда у вас в печке находится пропеллер, да, вот он обдувается, сдает поток, вытяжку, скажем так, вот этого влажного воздуха, который гуляет, то есть не заставится на месте, а вентилятор работает, конвектирует воздух и, соответственно, подсыхает быстрее. Здесь, значит, можно выставить, ну, максимально, конечно, это 100 градусов, примерно 100 градусов и через 10-15 минут нужно ходить и помешивать этот наш Иван-чай. Вот, ну, давайте будем ставить в духовку. Ну, то есть, вот посмотрите, здесь, значит, я поставил, вот он, вентилятор здесь, сверху вниз, и вверх греет, и низ греет, 100 градусов и работает конвекция. Слышите, там гудит, это есть конвекция. И самое главное, то, что печку нужно оставить приоткрытой, для того, чтобы выходил пар. Все, засекаем время, через 15-10-15 минут я подойду и помешаю. Запах здесь, конечно, стоит сейчас на кухне очень сильный. Так, не забываем, помешиваем. То есть, вот сейчас прошло 10 минут, он прям мокренький такой. Он прям мокренький такой. вот запах не такой, как первый раз. здесь более насыщенный такой запах у меня получился. То есть, видите, двойная ферментация. Вот приятно, что эту мокреньку тоже я шил, между прочим. У меня любимая теща ей пользуется. Во всяком случае, она и висит на видном месте. И здесь меня сейчас, вот посмотрите, давайте, записи в сторону, чтобы видно было. это вот еще вот Иван-чай, который здесь смородина и здесь вишня. И все это источает тоже такие запахи, что, ребята, что просто даже вот все это делаешь своими собственными ручками. Потом будешь всю зиму это пить, вспоминать эти денечки. Ну, вот это вот, посмотрите, прошло, значит, порядка 40-50 минут. Вот готовый Иван-чай, сухой. Здесь самое главное, чтобы он был сухой, но не пересушенный, чтобы он не крошился в труху. И после того, как вы его достанете из противня, он должен дойти до комнатной температуры именно на противне. Это один из таких важных моментов. То есть, чтобы температура была резко, перепада не было резко температуры, а именно с противня потихонечку он доходит у вас до комнатной температуры. Вот такой вот он становится. Прям ну, как реальный чай, магазинный чай, черный, байховый, продает, когда ферментированный. Вот он по внешнему виду такой. Но запах, конечно, стоит здесь, не передать на камеру. И для сравнения, вот посмотрите, здесь я еще один приготовил лист для просушки. Вот это вот сушеный уже, вот это вот для просушки у меня стоит. Следующий лист иван-чая, то есть чай копорский или кипрею скалистную. Приятного чаепития. Вот, друзья, посмотрите, вот это вот плоды моего сегодняшнего ночного труда. Это у меня получился иван-чай, вот этот вот ароматный лист вишни, никогда в жизни бы не подумал, что вишни будет такие ароматы источать, лист, который вообще не пахнет, пах вообще тут на полдома. Вот это у меня смородина и это малина. Причем, я повторю, что нужно, чтобы все это было сухое, но не в труху сухое, как делают некоторые, то есть, чтобы это все не крошилось. Вот лист я беру провожу, а это моя дочка, она тоже любит чай. А я пойду писать. Вот она писать пойдет. Вот видите, берете лист, вот я провожу вот так вот руками, он у меня не крошится, то есть, вот до такой степени нужно сушить. Пересушивать не надо. Ну, сейчас я здесь заварил все четыре вида. Сашунька, ты это вверху не гремит, а то у нас зрители слышать не будут. Ты чё, я бай? А мы вот кино снимаем, видишь, с мамой. Итак, давайте сейчас проведем дегустацию. Я дам. Первое, что я буду пить, это малины. Вот насыщенный запах получается, нежели просто весь сушить. второе, смородина. По цвету видите, это светлее. Ну, смородина, она и пахнет смородиной, тут уже ничего не скажешь. Но тоже, опять же, вкус насыщеннее гораздо, нежели просто высушить лист, а не ферментировать его. Дальше. запах вишни, конечно, идет очень сильный. Ну, и вкус соответственный тоже. Немножко горчит, надо чем-то сладким пить. Или купажи какие-то делать. пахнет. Ну, и теперь герой нашего блюда, так сказать, Иван-чай. Первый раз я делал, ферментировал через мясорубку, он у меня не такой черный получился, не такой черный. Ну, вкус насыщенный, хороший вкус Иван-чая. Такой же. Можно понюхать? Конечно, можно понюхать. Вот, понюхать. В общем, друзья мои, заслужите доверие, заслужите уважение, берите свою собачку на сбор вашего чая, пусть она принимает непосредственное участие, и у вас все получится. С вами был канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег, море позитива, которое вы видите на этом столе. Всем того же. Спасибо. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова